На 15-ю пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовано рекордное число журналистов, около 2000 человек. Это не только представители российских, но и иностранных СМИ. Собираться на пресс-конференции журналисты начали за несколько часов. Поэтому нам удалось пообщаться с представителями различных регионов России, а также с нашими иностранными коллегами и узнать, какие вопросы они планируют задать главе государства. Из журналистов в строгих костюмах выгодно выделяется наш коллега из Мордовии. Александр Даничев, чтобы привлечь внимание президента Владимира Путина, пришел на пресс-конференцию в национальной рубашке и взял с собой музыкальный инструмент. Я приехал с национальным инструментом. Дело в том, что этот музыкальный инструмент по-ирзиански называется дорамо, по-макшански называется торама. И этот инструмент, звук этого инструмента, он призван объединить народы нашей с вами страны. И сейчас мы с вами будем объединяться и услышим звучание этого инструмента. А вот наши иностранные коллеги из Болгарии приехали не только, чтобы задать Владимиру Путину вопросы, но и подарить подарки. Атанас Стефанов привез российскому президенту икону Иоанна Рыльского. Мы хотим подарить эту икону, Светова Иоанна Рыльского. Он подкрепител багарска и русского народа на Путина. Хочем от имене Багария. Хочем. Ние един народ, една вера. Знаете. И хотим, это наша традиция, сурва-сурва. И хотим по спину будет сурвакать за здравие и за благоденствие Путина и дать деньги за вершимый газопровод. Забегая вперед, отметим, что реализовать идею у Атанаса Стефанова не получилось. Однако он смог пожелать благоденствия в съемочной группе Амурского областного телеканала. Учитывая, что журналисты прибывали на пресс-конференцию главы государства за несколько часов до ее начала, и само мероприятие по опыту прошлых лет должно было длиться несколько часов, традиционно для сотрудников СМИ был организован завтрак. Это скремлевский комбинат питания. Да, то есть частично, скажем, доуготавливали. Но основная часть, естественно, уже была. Ну, как там, выпечку если брать, готово. Все в соответствующих термобоксах было перевезено горячее, свежее. Пропуска журналистов в зал начали примерно за час до начала пресс-конференции. При этом мест для всех представителей СМИ в нем не хватило. Часть коллег разместились в пресс-центре, организованном в холле. Небольшая вступительная речь Владимира Путина и переход к вопросам журналистов. Коллеги, чтобы привлечь внимание, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который модерировал мероприятия, поднимают таблички. На них названия телеканалов, городов, регионов, а также вопросы, которые представители СМИ подготовили для главы государства. 15 лет Камчатка без вопроса, вот я вижу. Камчатка. Здравствуйте, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Дмитрий Сергеевич. Действительно, Камчатке не давали слова более 10 лет. Как известно, жителям Камчатки, чтобы добраться до большой земли, нужно купить билет на самолет. И, к сожалению, не всем это доступно. Льготные билеты раскупают быстро, отметила камчатский журналист. Кроме того, в будущем компания «Аэрофлот» может и вовсе отказаться от так называемых плоских тарифов. Как следствие, многие жители Камчатки окажутся запертыми на полуострове, отметила журналист. Еще маленький подвопрос. Владимир Владимирович, вы очень давно не приезжали на Камчатку с официальным визитом. Не связано ли это с недоступностью авиабилетов на Камчатку? Спасибо. Это не связано с дороговизной билетов на Камчатку, потому что я как раз попадаю в льготные категории. Обратите на это внимание. Но что касается билетов, плоских тарифов, никто их не собирается отменять. И аэрофлот, он просто так немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. Мы будем это делать и дальше. Больше того, она, как вы знаете, эта программа расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать. На 15-й пресс-конференции дальневосточникам удалось задать еще один вопрос. Коллега из Магадана подняла тему дальневосточной ипотеки под 2% годовых. Было отмечено, что программа хорошая, однако в будущем может возникнуть проблема. Не случится ли так, что банки начнут ужесточать условия и требования для таких невыгодных, неудобных клиентов? Что касается 2% ипотеки для Дальнего Востока, почему банки должны отказывать? Мы же субсидируем это из бюджета. Для них эта ипотечная ставка не будет приносить никаких убытков. Наоборот, это гарантия со стороны правительства. Так что я не ожидаю здесь каких-то страшных сложностей. Но, тем не менее, мы, конечно, будем смотреть за практикой применения этих мер, реализации этих мер. Больше пообщаться с главой государства дальневосточникам не удалось. Между тем, стоит отметить, что вопросы, которые прозвучали на пресс-конференции президента России, касались различных тем. Экономика, социальная сфера, политика, международные отношения – свои вопросы смогли задать как представители федеральных СМИ, так и региональные журналисты. Было также несколько выступлений от иностранных коллег, в том числе от журналистов из Китая, Германии, Японии, Украины. Как показала практика, внимание президента и его пресс-секретаря привлекали отнюдь не яркие костюмы, на которые делали ставки коллеги, а скорее надписи на плакатах. Итак, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась. Она шла рекордное время – около четырех с половиной часов. Было задано несколько десятков вопросов на разные темы. К сожалению, амурчанам задать свои так и не удалось. Возможно, повезет на следующий год. На большой пресс-конференции Владимира Путина для вас работали Анастасия Петраш и Станислав Макавич. Амурское областное телевидение.